здравствуйте ребята и козлята да это был специальный хайтером привет так передаем друзья всем привет нижний новгород неугомонные просины в икее опять же по вашей просьбе держим и неугомонные даже президент знает наш хэштег не удержи мы все мошки снимать в общем система учу на xl и и и краткая о на xl язык сломаешь но система вроде как интересная пойдем матчасть а потом смотреть вот она святая мышь значит смотрите что такое система и на xl помните было давно-давно система антониус вот это похожая штукенция чуть-чуть пожиже пожибловато и живет хейтеры жибловато ладно сейчас как-то 5 не читать о том значит смотри что такое и на xl это комбинации каркасов под которые ставятся корзины стеллажей разного размера корзин полок и так далее значит смотрите три вида стеллажей с полками убавить прибавить нельзя готовая комбинация раз два три друзья отвечаю сразу на самый популярный вопрос почему мы не озвучиваем цены потому что в разных магазинах цены отличаются и если вы смотрите например наш обзор в москве мы вам показываем ценник нижнего новгорода вы приходите а цена другая поэтому давайте без сюрпризов цены в магазине либо на сайте на сайте кстати цены более менее похожи дальше каркасы вот они под корзины тоже разных размеров их три при этом у среднего по размеру каркаса мы сейчас его покажем есть еще выбор по цвету антрацит но по факту это очень черным такой прям черный черный дальше корзины есть проволочные есть сетчатый в проволочной удобнее хранить проволочные дешевле элементарно а для более деликатного хранения подходит сетчатый сетчатый прям вот один в один корзины комплимент которые у пакса тоже два размера и у одной корзины вот под эти рамы есть корзины антрацит текстильные корзины двух размеров верхняя полка для каркасов для ребра жесткости и регулируемая плотяная штанга вот что из себя представляет киноксель теперь давайте вообще разбираться во всей той чепухе которую я вам наговорила юноксель сталь эпоксидное порошковое покрытие вот это стеллаж получается самый большой больше стеллажа нет 1899 рублей в нижнем новгороде можно использовать в ваннах и других помещений с повышенной влажности а сразу скажу заказываю очень редко дмитрий юрьевич подтвердите редко-редко единственное что часто заказывает вот такую вот фиговая стена ставит либо в ванну либо на кухню когда нужен какой-то узкий модуль из плюсов регулируемая ножка идет в комплект еще смотрите юнокселе можно комбинировать друзья мои дима мне нужна твоя помощь точнее ты с камеры вот сюда поближе вот здесь в комбинации два варианта это верхний стеллаж и нижний каркас и нижний стеллаж с полками то есть это две позиции друзья мои это не один такой сборный стеллаж это два артикульных номер которые продаются отдельно они ставятся друг на друга и вот эта штука соединяется если бы это к серии не крепилась все инструкции фигом бы улетела все то есть это вот это крепеж она принципе никакого функционалами ничего поэтому как если отдельной позиции идет да и смотрю нет она в комплекте он даже можно не ставить потому что все равно крепится у вас она будет держаться мы за стену так держаться не будет это просто соединить между собой значит полностью металлической никаких регулировок нет вот как есть как воткнули так и держится по-другому никак нагрузку заявлено выдерживать неплохую ну клиенты чаще всего берут куда-то типа кладовки гардеробную мало кто из этого делал хотя вроде бы есть интересные решения такие как например регулируемая штанга что можно вот гардеробу я все-таки за год покинул но мы сразу склоняемся вот это будет намного комфортнее новой системы хранения бокса который называется теперь смотри давай дальше так значит сам стеллаж посмотрели вот идем вот это мне еще показать хочу вроде не сильно жидкая ты имеешь да не ломайте татьяна павловна экспонаты ну вроде как крепенько даже если сильно корзинку нагрузить вывалиться не должно полки полком нареканий нет по ощущению вытаскивается не очень комфорт а вот она ее прям это шуршание металлическое вот поэтому то есть где-то в спальне да и прям это смазать бы ну опять же смотря куда ее поставить пойдем смотри вот текстильные корзинки так здесь у нас любимый слой пуска теплицы опять же из плюсов если вы его погнули всегда можно что-то подобное смастерить достать расчехлить постирать на липучках текстильный модуль это хорошо он уже съемный и его можно выстирать он получается одевается на раму понятно что сильно большую нагрузку это не выдержит имейте это ввиду и меня все-таки вот этот момент очень беспокоит потому что вот когда true fast перегружаешь особенно белый у деревянного он выпил все входит а у белого отдельно направляющие и многие жалуются что вот вываливается то есть не выдерживать нагрузку кстати расскажите у кого как это дело происходит так черный цвет который заявлен как антрацит вот как раз это рамы и корзины и заодно покажем разницу сетчатую корзину и и проволочную корзину это проволочная но очень напоминает старый комплимент это сетчатая дальше вот они еще стеллажики ну вот на самом деле любят эти малышовские стеллажи а вот они еще дима не стыкуются вот на этой части держатся вот как в пазл вставляется принципе вот она вся система есть несколько готовых вариантов пойдем покажем как это будет выглядеть кстати покажи вот общий план ну типа мини гардеробный то есть здесь предполагается что вы повесите чуть-чуть вещей значит вот эта штука скорее всего должна быть убрана отсюда но здесь я как понимаю все-таки дизайнеры не работали а скорее всего микс просто делали из того чтобы люди понимали как это выглядит кстати боксель съем xl сочетание боксель наверху и он xl внизу единственное что мне непонятно какую длину сюда вешать столько детские вещи подразумеваются либо брюки хотя не даже брюки будут короткие ну зачем и же можешь там добавить да конечно можно вот сюда не переставить ну так собрали вот она раздвигушка который я люблю что они функциональны то есть вот она в принципе мини гардеробная здесь у вас верхней полки про которые говорила когда показывала матчасть это для того чтобы закрыть пространство и пользоваться поверхностью полноценно это кстати очень удачное решение когда у вас на стеллаже всегда есть возможность вот так грубо обрезать и сделать сверху полку поэтому вот это мне прям очень штучка понравилась но когда мы вот так закрываем уже неудобно что-то доставать поэтому здесь если вы так закрыли то подразумевается у вас только корзины чтобы вы могли выдвинуть не ползая по стеллажу так вот думаю я не погорячилась по поводу регулировки полок нет друзья они не регулируются готовых вариантов больше у нас по моему нет а смотри она интегрирована в бокс или больше интегрирована боксы но сочетать уже можно то есть из бокс или и на кселе можно в принципе открытой гардеробную сделать особенно то актуально тем у кого от шкафы купе встроенные и люди изначально покупают допустим квартиру с низшей и вы не хотите сильно сверлить стены какие-то там супер конструкции вы можете поставить эту систему сочетать и если есть необходимость за бокс или у вас получится полноценные гардеробные которые вы можете опять же составить по вашим критериям из плюсов что все-таки элементы продаются друзья отдельно не вот что вам дали кучу и гребись не как хочешь есть отдельные элементы и мне очень хочется услышать от подписчиков у кого есть эта система как она вам как она выдерживает нагрузку насколько вообще она в принципе априори удобно и комфортно для использования не было ли облазит того что облазить покрытие хотя в принципе покрытие порошковые довольно таки плотные на стали и нареканий я думаю быть не должно гарантии стандартные два года все там того что заявлены для влажных помещений коррозии покрываться не должно но имейте ввиду что вас есть всегда возможность обратиться в сервисный центр либо по телефону горячей линии либо явившись до магазин ножками и заявить об этом ну по крайней мере у нас нижнем точно адекватные сервисные службы и все вопросы касаемо гарантии брака решают у меня все не буду показывать интеграцию пойдем поищем вот за стеночка есть ой смотри как удобно когда остается мало пространство вот она баксель к вся помните когда смотрели обзор бакселя вам показывала полочки которые раздвижные когда у вас чуть-чуть остается место как я говорю не туда и не сюда вы можете интегрировать вот они две полки баксель и казалось бы ну что я сюда еще поставлю ее можно до потолка можно и это удобно смотри сюда ведь можно все что угодно какие-то мелкие вещи детские вещи если это прачечная то вообще кучу всего наставить а плюс если до баночки и так далее все-таки корзинки выдерживает хороший вес вот потоки горе самые популярные сам популярный модуль этот узкий когда нужно куда-то запомнить немного пространства теперь это стало более понятно и наглядно как это будет выглядеть ну что мы пошли дальше не забываем ставить колокольчик нажимать чтобы у вас не слетела подписка пишите комментарии уже в предыдущих обзорах дима говорил я повторюсь пишите комментарии чтобы вы хотели увидеть на нашем канале почему мы у нас допустим последнее время мы снимаем такие его до базовые обзоры показывая конкретные вещи потому что очень много заявок приходит вы просите об этом просите в инстаграме пишите в нашем сообществе в телеграм пишите в комментариях просите что ребят снимите вот это то есть меня конкретная покупка я планирую это мы приехали вам показали от и до заглянули во все места по-другому не скажешь кстати а мы баксель не показали изнутри давай-ка посмотрим есть там какие-то потаенные но тут все то же самое также крепится к стене только кстати вот смотри мне что понравилось топорочек вот он видишь вот часть я вставляю корзинку на место и когда мне нужно выдвинуться то есть она стопорится но она сама сваливаю честно я вот какие-то колесики придумал или хотя бы пластиковые направления что так 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 сильно вот это вот ты не любишь вот это вот в тебя будто дождать потому открою страшный секрет где мы даже за рулем не может есть когда где-то что-то машине блямкает просто по багажнику какая-нибудь сумка упала мы останавливаемся поправляем поэтому шмыр 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 вот этот я должен слышать шум дороги они то что валяется багажник так у нас все по венок целью но но еще по уделим внимание нашим подписчикам и зрителям хочется спросить вас интересен и давал такой формат как влог интегрированный сам канал пройти или нужно делать отдельный канал для этого туда или можно просто отдельный плейлист сделать где будь влог кому интересно чтобы смотрели нашу жизнь как будет лучше ждем от вас комментариев потому что влогов становится все больше и больше и будет больше и будет больше мы все чаще и чаще выезжаем кстати хочу сразу ответить на один из вопросов который возник под влогом последней серии тольятти друзья мы не бросим съемки икея но поймите сама пока в планах нету бы нельзя говорить такое что никогда не горит никогда 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 ближайшие годы точно нет но а тут комментарий такой прилетел в личку друзья зачем вы занялись а соберен был на зачем вообще все это надо вам достаточно икея друзья мои канал нашу семью не кормит как я говорю это хобби которое в удовольствие да то есть изначально вспоминаем зачем был создан канал помощи нашу любил отеля вы даже сами посмотрите за все время считаем канала мы никого не рекламируем ни один канал никого то есть это такое вот приятное хобби и доставка икея которая априори последние 10 лет кормила нашу семью мы вот поверьте просто нашему опыту но года три-четыре может быть даже меньше два и это станет не актуально почему потому что икея максимально наступает нам посредником всем на пятки у нас есть закрытое сообщество в котором мы общаемся и все про это говорят поэтому жизнь она на месте это не стоит это нормально одни бизнеса уходят им на смену приходят другие бизнесы как и люди уходят приходят другие поэтому у нас есть еще одно детище и воспринимать этот это мы это такие же мы тани и дима которых вы знаете ну опять повторим наша цель посетить все икея мира и мы делаем это можем как раз сибири на у нас совместив приятность полезным поэтому подписывайтесь на наш канал все самое интересное только впереди и пожалуйста напишите нам по поводу влога это на самом деле очень важно стоит ли нам организовывать еще один канал а влог просины либо можно оставить это здесь пройти потому что самая большая ценность нашего канала это вы подписчики не было бы вас не было бы канала и не было бы этих съемок всем подадим все пока пока